Театр имени Максима Горького готов к 91-му театральному сезону. После летних каникул состоялся традиционный сбор труппы, на которые подвели итоги гастролей в столице Азербайджана – Баку. Я увидел первый раз зрителя, это номер один, который по-другому смотрел спектакли. Это не было элита, знаете, там высокоинтеллектуалы. Это было простое население Баку. Больше того, я отмечал одну вещь, которая для меня принципиальная. В зрительный зал заполоняли артисты Театра Русского, они были в отпуске. И они заполоняли залы, места свободные, где для того, чтобы увидеть Театр из Владивостока. Я горжусь. Ефим Звенятский также поделился репертуаром нового театрального сезона. Зрители увидят на сцене спектакли по произведениям Чехова, Пушкина и Лермонтова. Такой репертуар порадовал и новых артистов театра. Приятно было слышать, что в этом году сделают упор на русскую классическую драматургию. Потому что, наверное, это тот период в литературе, в драматургии, который меня больше всего вдохновляет, который мне ближе, который хочется перечитывать. Поэтому от этого сезона, конечно, я жду ролей. Хочется показать себя, хочется заявить о себе. Но не люблю ничего загадывать, поэтому просто хочется, чтобы сезон был удачным и интересным. Также представили еще одного нового актера – Алексея Чехунова, который закончил Дальневосточный государственный институт искусств и уже полюбился зрителям благодаря роли в спектакле «С наступающим». В планах это уже дальше, где-то за 30 лет, когда мне будет. Роль, которую я хотел бы сыграть, это, наверное, «Воланд». Потому что было бы интересно проанализировать и поработать, как думает Сатана. Актерский состав готовится к встрече с родной публикой. Уже 19-20 августа сезон откроет спектакль «По морозу босиком», о великой певице, ставшей эпохой и голосом страны, Лидии Андреевне Руслановой. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.